Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал NemetaProjects. Мы продолжаем изучать литературу в формате аудиокниг. И на сей раз вновь Руноски Акутагава и его небольшой, но пронзительный рассказ «От одиночества». Приятного прослушивания. Этот рассказ я слышал от матери. Мать говорила, что слышала его от своего прадеда. Насколько рассказ достоверен, не знаю, но, судя по тому, каким человеком был прадед, я вполне допускаю, что подобное событие могло иметь место. Прадед был страстным поклонником искусства и литературы, и имел обширные знакомства среди актеров и писателей последнего десятилетия правления Такугавы. Среди них были такие люди, как Каватаке Макуаме, Рюкка Тайтенекадзу, Дзензай Анейки, Тоэй, Данзюра Девятый, Уззи Сибун, Мьяка Сенгю, Кенкон Борюсай и многие другие. Макуаме, например, с прадеда писал кинокунью Будзаймона в своей пьесе «Этот Закура Кеомидзо Сейгэн». Он умер лет 50 назад, но потому, что еще при жизни ему дали прозвище Имакебун в сегодняшней кинокунье Будзаймон. Возможно, и сейчас есть люди, которые знают о нем хотя бы понаслышке. Фамилия прадеда была Сайки, имя Тодзира. Литературный псевдоним, которым он подписывал свои трехстишья – Кои, родовое имя Ямасегасину Цутто. И вот этот самый Цутто однажды в публичном доме Таманоя в Псеваре познакомился с одним монахом. Монах был настоятелем дзенского храма неподалеку от Хонга и звали его Дзенте. Он тоже постоянно посещал этот публичный дом и близко сошелся с самой известной там куртизанкой по имени Несикидзе. Происходило это в то время, когда монахам было запрещено не только жениться, но и предаваться плоским наслаждением. Поэтому он одевался так, чтобы нельзя было в нем признать монаха. Он носил дорогое шелковое кимоно, желтое в бежевую полоску с нашитыми на нем черными гербами, и все называли его доктором. С ним-то совершенно случайно и познакомился прадед матери. Действительно, это произошло случайно. Однажды, поздно вечером, в июле по лунному календарю, когда, согласно старинному обычаю, на всех чайных домиках псевары вывешивают фонари. Цута шел по галерее второго этажа, возвращаясь из уборной, как вдруг увидел облокотившегося перила любующегося луной мужчину. Бритоголового, низкорослого, худого мужчину. При лунном свете Цута показалось, что стоявший к нему спиной мужчина. Тикунай, завсегдатый этого дома. Шутник, вырядившийся врачом. Проходя мимо, Цута слегка потрепал его за ухо. «Посмеюсь над ним, когда он в испуге обернется», — подумал Цута. Но, увидев лицо обернувшегося к нему человека, сам испугался. За исключением бритой головы, он ничуть не был похож на Тикуная. Большой лоб, густые, почти сросшиеся брови. Лицо очень худое, и, видимо, поэтому глаза кажутся огромными. Даже в полутьме резко выделяется на левой щеке большая родинка. И, наконец, тяжелый подбородок. Таким было лицо, которое увидел оторопевший Цута. «Что вам нужно?» — спросил Бритоголовый, сердито. Казалось, он чуть-чуть навеселе. А Цута был не один. Я забыл об этом сказать, а с двумя приятелями. Таких в то время называли гейшами. Они, конечно, не остались безучастными, видя оплошность Цуты. Один из них задержался, чтобы извиниться за Цута перед незнакомцем. А Цута со вторым приятелем поспешно вернулся в кабинет, где они принялись развлекаться. Как видите, страстный поклонник искусств, и тот может опростоволоситься. А Бритоголовый же, узнав от приятеля Цута, от чего произошла столь досадная ошибка, сразу пришел в хорошее расположение духа и весело рассмеялся. Нужно ли говорить, что Бритоголовый был дзенте? После всего случившегося, Цута приказал отнести Бритоголовому поднос со сладостями и еще раз попросить прощения. Тот, в свою очередь, сочувствуя Цута, пришел поблагодарить его. Так завязалась их дружба. Хоть я и говорю, что завязалась дружба, но виделись они лишь на втором этаже этого заведения и нигде больше не встречались. Цута не брал в рот спиртного, а дзенте, наоборот, любил выпить. И одевался не в пример Цута очень изысканно. И женщин любил гораздо больше, чем Цута. Цута говорил в шутку, что неизвестно, кто из них на самом деле монах. Полный, обрюкший, внешне непривлекательный Цута, месяцами не стригся, на шее у него висел амулет в виде крохотного колокольчика на серебряной цепочке. Кимоно он носил скромное, подпоясанное куском шелковой материи. Однажды Цута встретился с дзенте, когда тот, набросив на плечи парчевую накидку, играл на семисцене. Цута никогда не отличался хорошим цветом лица, но в тот день был особенно бледен. Глаза красные, воспаленные, дряблая кожа в уголках рта время от времени конвульсивно сжималась. Цута сразу же подумал, что друг его чем-то сильно встревожен. Он дал понять цута, что охотно его выслушает, если тот сочтет его достойным собеседником. Но Цута, видимо, никак не мог решиться на откровенность. Напротив, он еще больше замкнулся, а временами вообще терял нить разговора. Цута подумал было, что дзенте гложет тоска, такая обычная для посетителей публичного дома. Тот, кто тоски предается разгулу, не может разгулом прогнать тоску. Цута и дзенте долго беседовали, и беседой их становилось все откровеннее. Вдруг дзенте, будто вспомнив о чем-то сказал. Согласно буддийским верованиям, существуют различные круги ада. Но, в общем, ад можно разделить на три круга. Дальний ад, ближний ад и ад-одиночества. Помните слова? Под тем миром, где обитает все живое, на 503 простирается ад. Значит, еще издревле люди верили, что ад – преисподняя. И только один из кругов этого ада – ад-одиночества. Неожиданно возникает в воздушных сферах над горами, полями и лесами. А другими словами, то, что окружает человека, может в мгновение ока превратиться для него в ад мук и страданий. Несколько лет назад я попал в такой ад. Ничего не привлекает меня надолго. Вот, вот почему я постоянно жажду перемен. Но все равно от ада мне не спастись. Если же не менять того, что меня окружает, будет еще горше. Так я и живу, пытаясь в бесконечных переменах забыть горечь следующих чередой дней. Если же это окажется мне не под силу, останется одно – умереть. Раньше, хотя я и жил этой горестной жизнью, смерть мне была ненавистна. Теперь же… Последних слов Цута не расслышал. Дзенте произнес их тихим голосом, настраивая Семисен. С тех пор Дзенте больше не бывал в этом заведении, и никто не знал, что стало с этим погрязшим в пороке дзентским монахом. В тот день Дзенте, уходя, забыл комментированное издание сутры Кого, и когда Цута в старости разорился и уехал в провинциальный городок Самукаву, среди книг, лежавших на столе в его кабинете, была и сутра. На обратной стороне обложки Цута написал трехстишье собственного сочинения «Сорок лет уж смотрю на росу на фиалках, устилающих поле». Книга не сохранилась, и теперь не осталось никого, кто бы помнил трехстишье прадеда-матери. Рассказанная история относится к четвертому году Ансеи. Мать запомнила ее, видимо, привлеченная словом «ад». Просиживая целые дни в своем кабинете, я живу в мире совершенно ином, не в том, в котором жили прадед-матери и дзенский монах. Что же до моих интересов? То меня ни капли не привлекают книги и гравюры эпохи Токугавы. Вместе с тем, мое внутреннее состояние таково, что слова «ад-одиночество» вызывают во мне сочувствие к людям той эпохи. Я не собираюсь этого отрицать. Почему это так? Потому что в некотором смысле я сам жертва ада-одиночества. Ну вот и подошел к концу этот небольшой рассказ. Надеюсь, вам было интересно и вы смогли немножечко приоткрыть завесу культуры Японии. На этом я попрошу вас написать комментарий, поделиться мнением об этом рассказе и о том, как я его прочел. А на этом будем прощаться. Пока-пока и скоро услышимся.